В Йельском университете в 1952 году проводили исследования, опрашивали студентов-выпускников Йеля, одного из лучших университетов мира. Выпускному классу задавали вопрос, есть ли у них цели, и выяснили, что 3% записывали свои цели, 14% держали цели в голове, не записывая, 83% вообще не имели целей. 20 лет спустя провели опрос тех же людей. И выяснили, что те 3%, которые записали свои цели в начале своей карьеры, заработали больше, чем все остальные вместе взятые, чем 97%. В финансовом смысле они заработали больше, чем суммарно заработали 97%. И эта разница между 3% лидеров и оставшимися 97% постоянно. Она подтверждается всеми исследованиями, которые проводят сегодня. 3% общества контролируют большую часть денег и материальных ценностей. Несмотря на то, что начали все одинаково, с нуля, в большинстве обществ люди начинают путь к успеху вообще без денег. Некоторые, таких меньше 10%, получают некоторые деньги от семьи. Гарвардский университет, который соревнуется с Ельским, решил провести исследование в 1979 году. Они опросили выпускников программы МБА, есть ли у тех цели и планы по их достижению. И получили те же цифры. В каком году? В 1979-м. Те же цифры. 3% записали свои цели и планы. У 13% цели и планы были, но не в письменном виде. У 84-х не было ни целей, ни планов, кроме как уехать из университета и насладиться летом. 10 лет спустя, в 1989-м году, они выяснили, что те, кто знал свои цели, но не записал, зарабатывают вбое больше тех, у кого целей не было вообще. Но те, кто записал свои цели, зарабатывают в 10 раз больше всех остальных 97%. Единственной разницей были записанные цели. Все работали на разных должностях, в разных сферах, разъезжались по разным частям страны. Единственная разница была в том, что люди, записавшие свои цели, были куда более собраны. Мы говорим о том, что расстановка целей для самих себя и работа над этими целями окупится в 10 раз или в 1000% увеличит ваш доход в течение жизни, чего не достичь без записанных целей. Вопрос в том, кто и как относится к постановке целей. Билла Гейтса, Уоррена Баффета и его отца однажды спросили на вечеринке, «Какова самая важная составляющая успеха?» Мы уже говорили об этом, и ответ был «фокус». Сосредоточенные люди успешны, те, кто не может сфокусироваться – нет. Мое любимое слово относительно успеха – это «ясность». Я люблю слово «ясность». Продолжение следует...